На нелёгком пути взросления каждого человека могут подстерегать трудности и опасности. Каждый человек на протяжении своей жизни преодолевает множество преград. От ошибок никто не застрахован. Мы постоянно сталкиваемся со всевозможными проблемами, иной раз трудными, даже, казалось бы, неразрешимыми. И ошибиться тут не мудрено. Почти каждая ошибка поправима. Стоит помнить, мир окрашен не только в чёрно-белые тона. Не существует ни одной причины, по которой можно было бы отказаться от своего будущего. Зато есть причины, много причин этого не делать. Книги, которые мы сегодня хотим вам представить, поделены на два раздела. Слишком дорогая цена и на краю. Суицид — пугающая тема. Её не принято и не очень приятно обсуждать. Поэтому, столкнувшись либо с прямыми угрозами покончить с собой, либо подозревая такое развитие событий, человек нередко оказывается в растерянности, не знает, как к этому относиться, то ли игнорировать угрозы, не обращая на них внимания и считая их пустыми разговорами, то ли бросаться спасать любой ценой. Ведь зачастую от реакции окружающих, от их умения вовремя распознать угрозу, от их действий, их искреннего желания поддержать человека, возможно, зависит его жизнь. Вот именно в первом разделе представлены книги о том, как увидеть признаки, которые подскажут нам, что человеку нужна помощь, и о том, как этому человеку помочь. Во втором разделе, на краю, представлена художественная литература, раскрывающая данную тему. Патрик Несс «Больше, чем это». Жизнь подростка часто бывает непростой. В этом виноваты гормональная буря, юношеский максимализм, пустыня от отрочества, то есть всё, чем люди объясняют, не всегда разумные поступки подростков, не заглядывая глубже. А им может быть действительно плохо. В жизни Сета тогда ещё ребёнка произошло событие, которое разделило его жизнь семьёй на «до» и «после». С этого момента на его плечи лёг груз, который он нёс до конца. Джей Эшер «13 причин почему». Клэй Дженссон получает посылку. В ней семь кассет, на которых записан монолог его одноклассницы, Ханны Бейкер, покончившей жизнь самоубийством несколько дней назад. Страшная исповедь об одиночестве среди сверстников и равнодушия со стороны взрослых людей. Шаг за шагом Клэй узнаёт причины, почему Ханна сделала то, что сделала. «Тринадцать причин. Тринадцать людей», кто так или иначе подтолкнул девушку к этому поступку. Мог ли Клэй предотвратить трагедию? Ведь его имя – одно из тех, что упоминает Ханна. Жасмин Варга. Моё сердце и другие чёрные дыры. Одиночество и чувство вины за преступления, совершённые её отцом, вынуждает шестнадцатилетнюю Айзель задуматься о самоубийстве. Но у неё самой не хватает смелости совершить этот шаг. На сайте «Уйти легко» она встречает юношу Романа, который также принял решение расстаться с жизнью. Но чем больше времени они проводят вместе, обсуждая, где и как наступит их конец, тем больше девушке хочется остаться в живых. Следующая книга принадлежит двум авторам. Это Андрею Жволевскому и Евгении Пастернак. «Пока я на краю». Прежде чем отдать рукопись в издательство, соавторы, как всегда, разослали её своим читателям-испытателям. Кто-то восхитился, кто-то возмутился, кто-то прислал список пожеланий, но ни один не бросил читать. Самая популярная фраза в отзывах «Читал всю ночь, не мог оторваться». Возможно, дело в том, что героиня попала в очень нетипичную ситуацию и выбирается из неё нестандартным образом. Да и люди, с которыми она пересекается, редко попадаются в жизни. Топ-модель, крутой автогонщик, вундеркинд, который уже вовсе не вундеркинд. События развиваются неуправляемо. И вот уже родители, главные героини, которые вполне обычные люди, начинают совершать не типичные для себя поступки, которые приводят к непредскосуемым последствиям. Эта книга поможет дать ответы на такие вопросы, как уберечь детей от суицида, как не перейти край, остановить и помочь пока ещё на краю.